Сейчас в порядке. Я под штеком покладу на областную раду призначение денег университетий период с наступным розглядом на черновой сессии областной рады на областной бедагогенской области. Можно областного? Да. Не знаю конфликционно. Чтобы мы не заводили в УКК, мы же прекрасно, что не знаем, откуда возить два проблемы. Облгосадминистрация придумала незаконный конкурс на проведение назначения главврачей. И вся проблема облгосадминистрации, которая, еще раз повторяю, незаконный конкурс, превысила свои полномочия, они исключительно у нас находятся и так далее. Я хочу, любившись, задать один вопрос. Юридический статус тех людей, которые в настоящее время знают обязанности главных врачей. Мы прекрасно понимаем, еще раз я вот заострял и об этом говорил, еще раз я хочу об этом спросить. 18 числа главврача звольнив. Він припинив повністю трудові відносини. Цим же числом цього же, цю ж особу назначають тимчасовою конучою повесткою. Следующим числом. Где он? Следующим числом. Який трудові відносини у него с закладом? Кто он для заклада? Його звільнили. Він никто. Тепер ми горе. Як завершено чогось? Викторико. Мы написали заяву. Ты можеш быть инженером, исполнять обязанности директора, если он находится на этом предприятии. Или какой-то другой человек. То есть он мог быть принят на работу в этом учреждении, а потом его назначить исполняющим обязанности. Вы незаконно выплачиваете заработную вкладу этим людям. Они незаконно подписывают документы. Вы это понимаете? Там разбирались юристы. Были написаны заявления главными врачами. И на умовах страхового трудового долгу сказали, что это все законно и все право. В каких юридических отношениях с закладами перебывают ці головні лікарі, кроме как тимчасовый подвижник войск? Юристи сказали правильно. Я же не спешиваю. Я же не спешиваю. Я же считаю, что устраивание областного совета может быть право ревну. Это совершенно да. Это вопрос, что нужно снять с сессионных вопросов. И оба госаминитации должны разобраться, досконально юридически, и тогда предлагать нам какое-то взвешенное решение. Потому что они натворили, а теперь не знают, как хотят приложение ответственности. Совершенно правильно. Ну, просто снять, я вважаю, что это тоже не совсем правильно. Представьте себе, что на сегодняшний день 18 областных лекарей не имеют керевников. Они имеют керевников в статусе, тимчасово выполняющих обовязков. И на сегодняшний день позиция Департаменту охраны здоровья заключается в том, и облдержадміністрации, что мы проводим конкурс, мы написали листа в Министерство охраны здоровья, чтобы нам дали разъяснение, как правильно провести этот конкурс, как его организовать и так далее. Министерство однозначно мовчить и правильно мовчить. А что оно дает? Какого оно дает ответ? Чи есть ответ? Нет. Ну, мы написали письмо министерству не по поводу, как правильно проводить конкурс. Мы написали письмо, хотя следствие этого письма я не вижу. Значит, есть этот приказ, который требует квалификационные вымоги до геревника за прокуратуру. Вы написали в смысле на южесмон. Я закинчу свою думку. Ну, чтобы было подтверждение с министерства. Хотя приказ четко пропислить, какими регалиями должен иметь, по-моему, не брать, чтобы занять и другого. Шановные коллеги, я закинчу свою думку. Это не нормально, что закинчается финансовый год, входим в сезон опалювальный и лекарь начинается следующий финансовый год. И 18 лекарей областного подпорядкувания не имеют керевников. Тому моя пропозиция остается в силе, я ее озвучивала. Вона заключается в следуючем облдержадміністрации терминово надати пропозиции по призначению керевников областных лекарей для подальшего затверждения розгляду на постійній вашей комиссии и подальшим затверждением на сессии областной ради. Согласно принятого решения 2008 года, на которое поселился Юрий Кривович, которым мы затвердили депутаты 5-го скликания, которым затвердили положение по призначению керевников областных комиссий. Все. И не надо никакого министерства, и не надо никакого конкурса. Конкурсы – правильная вещь, но вы уже доконкурсировали, что дальше никуда. То вимоги великих портфелев, то вимоги великих професійных здібностей, то еще какие-то вимоги. И в результате сегодня мы имеем нездоровый морально-психологический климат в целом ряде закладов медицинской области, областных закладов и отсутствие керевников. Я считаю, что это не нормальная ситуация. Я считаю, что правильная ваша позиция, правильно вы сказали, сегодня, соответственно, до положения у нас нема конкурсных средств, так? У нас есть подание от головы ОГА, а подание от профильной комиссии. Положение, действием, оно в нём изменение в медицине. Но, соответственно, до этого положения мы должны согласиться к этой керевнике. Поэтому давайте и тут тоже крапку поставим. Потому что, если мы правильная ваша пропозиция, мы информацию доведем, принимаем, а другим пунктом можно вашу пропозицию терміново визначитися с лекарями. Не просто терміново визначитися с лекарями. Не просто терміново визначитися сроки. Сроки и подать кандидатуру на подтверждение областной ради. И я пропоную добавить одну фразу, я вибачаюсь. Одну фразу до того, что терміново надати пропозиции. Если у нас сессия 28-го, давайте до 10-го листопада надати пропозиции облдержадміністрации в разе. Если пропозиции не будут поданы, залишите за собой право. А у нас так записано, что пропозиции даёт и облдержадміністрация, и профильная комиссия. Залишите за собой право надать самим такие пропозиции. Продолжение следует...